Причина первая. Новая Лара Крофт. В новой Tomb Raider Ларе всего 21 год. Переход от несколько карикатурного образа к хрупкой студентке пошел ей лишь на пользу. Новую Лару прямо хочется обогреть возле очередного костра и становится очень жалко, когда ей в голову в очередной раз попадает огненная стрела. Единственное, чего ей не хватает, так это чувство юмора. Впрочем, учитывая ситуацию, в которой она оказалась, оно и неудивительно. Причина вторая. Геймплей. Игра строится на незыблемых жанровых канонах. Лара в одинаковых пропорциях разгадывает головоломки, стреляет по врагам, карабкается по уступам, исследует уровни в поисках разных секретиков и появляется в сюжетных роликах. Помимо этого, уже в лучших традициях серии Uncharted в Tomb Raider есть масса вау-моментов, когда вам в течение двух минут предлагают удрать на попе от фюзеляжа грузового самолета, а после увернуться от десятка елок, уже летя на парашюте. И при лобовом столкновении с Uncharted у Лары есть два неоспоримых козыря. Во-первых, в Tomb Raider игра значительно более длинная. Во-вторых, здесь все-таки есть какая-никакая свобода действий. Иногда вас выбрасывают на огромнейшие локации, по которым можно бродить хоть час, хоть два, исследовать все их закоулки и собирать разную мутотень, вроде сундуков, флагов, даже яиц каких-то страусов, что, в общем-то, открывает вам некоторые дополнительные материалы в галерее. А на собранные запчасти из ящиков сможете прокачать свое оружие. Нужно сказать, что периодически меняется и сама механика игры. Tomb Raider неожиданно может врубить жесткий стелс или попросит забраться на радиовышку и покрутить там частоты. Или же прикажет преодолеть мост строго под прикрытием напарника. Все эти мелочи очень даже не дают от игры устать. Отдельно стоит сказать про гробницы. Их в игре довольно много, и они встречаются практически на всех уровнях. Исследуя их, вы получаете доступ к различным бонусам, которые затем открывают новые абилити для лары или какие-то постеры в галерее. Нужно сказать, что все головоломки в игре довольно легкие и, в принципе, построены на примитивных законах физики. Обычно нужно какой-то предмет к себе подтянуть при помощи лука, потом его куда-то запульнуть там в стену, что-то где-то поджечь. В общем-то, можно сказать, что если у вас с головой все в порядке, то эту игру вы пройдете без затыков. Еще больший акцент стоит сделать на прокачке лары. Ей можно заняться возле многочисленных костров лагерей. В левой части экрана у нас различные абилити для лары, которые делятся на три категории. Мастер выживания, к примеру, получаем с трупа врагов больше патронов, охотник и боец. Вот в последнем можно, например, разучивать разные приемы рукопашного боя. А в правой части у нас прокачка оружия, коего набралось пять видов, и на которые можно накрутить различные прибамбасы. В целом и первое, и второе оказывают весомый вклад в геймплей. Кому же не захочется испробовать глушитель на винтовке или чего еще. Но все-таки все новые виды оружия героиня получает автоматически по сюжету. Причина третья — оригинальность. В Tomb Raider присутствует возможность из лагеря перенестись в любую точку игрового мира, где вы побывали ранее. И это не просто примочка для галочки. Дело в том, что с новой экипировкой на этой старой локации вы сможете добраться до мест, куда ранее допетлять не могли. Еще одна фишка — режим подсказок, в котором подсвечиваются все ключевые предметы на уровне и даже враги. Да ладно вам, неужели вы никогда не застревали в играх? Причина четвертая — внимание к деталям. На протяжении игры облик Лары меняется. Она постепенно обрастает шрамами, потеками грязи, а ее одежда постепенно изнашивается до приличных кондиций. Отметим и разбросанные по всем локациям дневники «Выжившие», благодаря которым вы еще больше втягиваетесь в сюжет и получаете цельную сюжетную картину. А также то, что в лагерях Лара пускается во всевозможные воспоминания. С атмосферой у этой игры все в порядке. Причина пятая — оружие. К середине игры у Лары скапливается арсенал не хуже, чем у Рэмбо в Афганистане. Чувствуется, что если бы у разработчиков была возможность, они бы дали ей танк. Но злой издатель это дело запретил. Отдельно отметим лук, при помощи которого можно, помимо прочего, городить себя канатные дороги, натурально вырывать с корнями стены, а также подтягивать к себе предметы. В целом, все оружие сделано настолько качественно, и из него настолько приятно стрелять, что как-то совсем не хочется идти в рукопашку. Хотя Лара умеет и уворачиваться, и песком, если что, в глаза сыпануть и ледокол черепушку вонзить. Но в любом случае, в таких схватках она погибает чаще, чем хотелось бы. Причина шестая — график. Здесь у нас вообще нет никаких претензий. В игре на высочайшем уровне сделано все, что касается огня и воды. Сидя на карачках в очередной пещере, можно минут пять любоваться на горящих руках факел и на тени, расходящиеся по стенам. Хорошо поработали над погодными эффектами, вроде всяческих заверюх и дождей. Местные закаты — также нечто. Приятно смотреть и на персонажей, особенно на крупных планах и в сюжетных роликах. Кстати, вы знали, что в этой игре есть брат Вааса из Far Cry? Да, вот этот самый толстяк. Причина седьмая — локации. Несмотря на то, что все действие игры происходит на одном острове, вы побываете и в джунглях, и в лесах, и на заснеженных вершинах, да хотя бы на пляже. По большому счету, во всех возможных климатических зонах. Помимо этого, геймдизайнеры проведут вас, к примеру, через огромный пылающий дворец, а также через целую флотилию затонувших кораблей разных эпох. Причина восьмая — сюжет. Не то чтобы он какой-то великий, но подается правильно. Сценаристам удается заинтриговать нас до самого конца. Если вкратце, то научная экспедиция попадает на проклятый остров, возле которого терпят крушение все, что летает и плавает. Помимо этого, с острова еще и выбраться невозможно. Такой расклад сформировал на острове банды одичавших-выживших, которые, мягко говоря, принимают новоприбовавших без хлеба и даже без соли. Помимо этого, по острову блуждают самураи, которым вообще непонятно сколько веков. Бывают самых разных размеров и мочат всех подряд. Служат императрицы Пиммика, из-за которой вся эта катавасия и закрутилась. Это что касается плюсов. Но у Лары есть и недочеты. Да, не минусы, а именно недочеты. Во-первых, местами анимации главной героини сложно назвать плавными. В основном это касается всевозможных прыжков, когда тело Крофт просто резко перемещается к нужной точке. Во-вторых, эта игра местами слишком жестокая. То есть мы все уже привыкли к тому, что всадить огненную стрелу человека в голову это нормально. Но, простите, иногда Лара тут натурально плавает в озерах крови среди сотен трупов, от которых периодически отлетают головы и катаются по уровню. Анимации ее смертей также плюсов в карму, наверное, не добавляют. В общем, совсем уж маленьким детям мы бы эту игру не советовали. В-третьих, местами Tomb Raider это довольно темная и попросту серая игра. Человеку, который ждет от нее буйства краса, как минимум Far Cry 3, советовать мы ее также не можем. Но все это, конечно же, не должно вести вас от сути. Tomb Raider 2013 года это абсолютно топовая игра, у которой практически нет слабых сторон. И, честно говоря, мы не думали, что когда-то скажем эту фразу, но местами она понравилась нам даже больше, чем такая игра, как Uncharted 2.